Лингва Франка. Программа Лингва Франка, подготовленная совместно с Паблик Пост. Русскоязычные, которые рассказали нам о некоторых аспектах жизни русских в Молдавии, о том, как дела обстоят с русским языком. Мне вот еще очень интересно по поводу школы более подробно узнать. И я хочу сейчас связаться с Екатериной Ковалевой. Она тоже наш блогер, участник благотворительного проекта «Добрая Молдавия». Екатерина нам написала несколько блогов, касающихся в том числе школ и новой реформы образования в Молдавии, которая сейчас происходит. Алло, Екатерина, меня слышите? Да, да, здравствуйте. Здравствуйте. Не могли бы вы более подробно рассказать? Вы писали о том, что идет некое сокращение школ в Молдавии, вообще всех, и молдавских, и русских. И вот в первой части передачи наша гость Юлия Семенова сказала, что сокращаются в первую очередь русские, русскоязычные школы. Вообще ставится вопрос в парламенте о том, что почему государство, Молдову, должно их спонсировать из государственного бюджета, а все-таки русский – это не государственный язык. Так ли это, по вашим наблюдениям? Ну, в принципе, да, совершенно верно. Как бы идет оптимизация молдавских и русских школ, но как бы процентное соотношение разное изначально было. И, соответственно, что, как бы, в принципе, процентное соотношение русских школ больше оптимизируется. И вот конкретно даже сегодня была ситуация на заседании парламентской комиссии по образованию. Один из депутатов, одна из депутатов... Да-да, вот нам как раз об этом говорили сегодня уже в эфире. Да-да, вот она сказала, что, как бы, по идее, то не должно государство спонсировать школы. А как-то реагирует она эта общественность? Потому что ведь по последнему опросу у населения 30% в Молдове – это русские, русскоязычные люди, которые себя воспринимают как русские и записываются как русские. Ну, к сожалению, вот у нас общественность в основном реагирует в интернете. Вот там, да, действительно, очень много высказываний, отрицательных высказываний по поводу такой вот политики со стороны государства. Но вот, к сожалению, на какие-либо акции, протесты или что-то более такое вот активное мало кто идет. Есть и некоторые представители общественности, которые вот более активно действуют в этом плане. Они, в принципе, и открытые письма шлют и в адрес молдавского руководства, и даже вот в адрес российского руководства. Но, как бы, это не очень успехом увенчивается. А скажите, вот, в принципе, сейчас, что такое русская школа, что такое молдавская школа? Я так понимаю, что, поскольку молдавские государственные, то молдавские учат, конечно же, и в русских школах. А вот сколько там часов молдавска, сколько русского? Вот про это не могли бы немножко рассказать? Ну, примерно одинаковое число в русских школах и молдавского, и русского языка. Но в молдавских школах, в принципе, тоже русский язык изучается. Правда, изучается, по-моему, всего лишь там несколько лет. Но некоторые депутаты хотят поднять вопрос, чтобы русский язык не изучался, либо изучался как иностранный язык. Вот такая вот ситуация. Да, и каков Ваш прогноз? Все-таки действительно сильно сократится количество русскоязычных школ? То есть так это и будет происходить? Но я имею в виду, что общественность никак не будет защищать русскоязычное свое право получать образование на русском языке. Будем надеяться, что этот процесс все-таки закончится, потому что ни к чему хорошему он, естественно, не приведет. И все-таки сейчас как-то более активно общество реагирует на подобные высказывания и события. Будем надеяться, что будет что-то положительное и сможем остановить этот процесс. Понятно. Спасибо Вам большое. Это была Екатерина Ковалева, наш блогер, участник благотворительного проекта «Добрая Молдавия».